Годовщина бунта Пригожина, неизвестные факты о походе на Москву и кадры из Африки, подливающие масло в теорию конспирологов. Неприкосновенный Кадыров, почему Кремль позволяет ему все и даже больше. И уроки Югославии, как сербы деноцифицировали Боснию и Герцеговину, уничтожая десятки тысяч мусульман во имя сербского мира. Это исторические факты, мы рассказываем о том, что на самом деле из себя представляет русский мир. Здравствуйте. Мог сжечь Кремль, но не сжег. Год назад, 24 июля, бесславно закончился бунт Пригожина. Боевики Вагнера, практически не встречая сопротивления, дошли до Москвы и когда власть лежала под ногами, включили заднюю. Почему бывший повар Путина так и не порадовал нас новым блюдом, диктатор фаршированный под яблочным соусом? Зачем он вообще все это начинал? И как масло в огонь теории заговора, что Пригожин жив, подлили кадры из Африки? Факты об этой истории от Екатерины Павловской. Бунт против царя. Как Пригожин ходил на Москву и не дошел? Шойгу! Действительно ли хотел поменять власть в лице Путина? Путин, мы заходи бы. Путин, он вообще был растерян, он не знал, что и делать. Или выступал лишь против Минобороны Шойгу и Герасимова? Пригожин послал Шойгу по матери. Мог ли поход с самого начала быть кремлевской постановкой? Человек, который держит малину. А Пригожин остаться в живых и всплыть в Африке? Пригожинский поход начался в ночь с 23 на 24 июня. Ему предшествует серия острых заявлений самого Пригожина в адрес Минобороны РФ. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Не встречая сопротивления, к утру вагнеровцы берут Ростова, к вечеру доходя до Москвы. По пути сбивая военные самолеты. Все это оборвется внезапной договоренностью. ЧВК сложит оружие, а ровно через два месяца будет и вовсе обезглавлено. Так что же на самом деле планировал Пригожин и почему у него не получилось? Мы проанализировали все версии и расскажем вам далее. Бульдозеры наспех роющие окопы просто посреди трассы. Куда шел Пригожин, можно было бы понять по направлению его движения, но свой главный выбор он сделать так и не успел. Они произошли на Москву. Дальше тут, ближе к центру Москвы, есть два поворота. Один поворот налево в сторону Фрунзельской набережной, где находится Минобороны, а другой поворот направо в сторону Кремля. И тут опять же разные разнятся версии. Так мог ли вассал свернуть направо и пойти против своего сюзерена, учитывая, что их связывали не только деловые и военные интересы, а и общее далекое прошлое? Ведь именно в его ресторан Нью Айленд ходил будущий президент РФ еще в конце 90-х. Это место сбора банды. Вы понимаете, человек, который держит малину, это ключевой человек в банде, потому что он должен быть настолько надежным, что он никогда не стукнет ни конкурентам, ни властям. Это должен быть человек, который пользуется абсолютным доверием. Там обсуждаются все самые важные вопросы. Там люди деньги делят. И правда, в заявлениях Пригожина обвинений против Путина никогда не звучало, пожалуй, только кроме одного. Он там однажды даже выходил с заявлением о дедушке. И это было понятно, что это не о Шойгу, не о Герасиме, а о дедушке, сидящем в Кремле. Сам Пригожин о том, кто же такой этот дедушка, отвечал всегда размыто и прямых угроз себе не позволял. И все же эксперты предполагают, что целью главаря ЧВК все же был не Путин. Их личная война началась еще с конфликта в Сирии, где частная военная компания вынуждена была сотрудничать с Министерством обороны РФ напрямую и совместно решать проблемы снабжения. Противоречия вокруг поставок этих пайков солдатам армии, питания. Противоречия эти очень сильно проявились в Сирии, где как минимум по пустительстве, если не по инициативе офицеров Министерства обороны, было убито несколько сотен бойцов ЧВК Вагнер. И Пригожин это отрисовал лично на шайбу. Однако в публичную плоскость до поры до времени конфликт не выходил. Аж до одного инцидента, о котором стало известно, также лишь из инсайдерских источников. На одном совещании кто-то кого-то послал по матери. То ли Пригожин послал шайбу по матери, то ли наоборот, но неважно. То есть отношения у них были, они вынуждены были сотрудничать. С момента начала полномасштабного вторжения в Украину этот конфликт только усилился и особенно обострился во время штурма Вагнерами Бахмута. Шайгу! Герасимов! Где *** мои припады? Так мог ли бунт быть подготовлен заранее, учитывая давнишнюю вражду. На Бахмут Вагнера бросают все силы, не жалея собственных людей, проводя масштабные местные штурмы. Но в это же время в медиапространстве от них поступают странные сигналы. Ну опять же, если брать период, да, вот мятеж конец июня, ну типа начало июня, потому что вроде какие-то были распоряжения, в том числе по медийной группе, ну к чему-то готовились, в общем, это точно. То есть не то, что вот сегодня решил, пойду, да, то есть какая-то подготовка шла. Как говорят эксперты, это сигнализировали и медиа, подконтрольные Пригожину, и нарративы, исходившие от его же фабрики троллей. Как бы стали вот готовить, что что-то произойдет, нужно будет медийное обеспечение, вот это событие, нужно готовиться, отрабатывать. Ну кроме медийное, у Пригожина могла быть и другая поддержка. И не где-нибудь, а просто в Кремле, либо в Министерстве обороны РФ. Ведь одно дело мятеж, как военный поход, а другое, когда тебя есть кому встретить. На него чекало, на него чекало в Москве, на него чекало. Его ждали, его ждали в Москве. Была группа людей, которые гласно-негласно, прямо-непрямо сказали, что мы тебя ждем, давай начинай свой марш. Никто не начал бы самостоятельное движение, если бы не знал, что его ожидают, что у него будет поддержка там наверху. Это подтверждается информацией, внезапно всплывшей от российско-израильского бизнесвана Леонида Невзлина, который, ссылаясь на источник в российском ФСО, заявил, что Пригожин якобы установил систему прослушки в здании администрации президента, а значит, планомерно и методично готовил свой поход. Вот только знали ли об этом в Кремле? Чем дольше ты планируешь, чем больше людей ты вовлекаешь в это дело, тем больше вероятность того, что кто-то пойдет тихонько скажет в военную контрразведку, что мы там-то что-то планируем или будет утечка информации из каналов связи, и там будут готовы. Но по горячим следам событий бунта звучала и другая версия. Возможно, все это изначально было постановкой Кремля. Во-первых, убедить Запад в том, что Путин меньшее зло, ведь власть в РФ мог получить и совсем отбитый уголовник. Во-вторых, чтобы в дальнейшем и другим неповадно было. Поход был реален, потому что там было столько потерь у россиян. Вертолеты, самолеты, самолет-разведчик с экипажем. Тогда Пригожин объяснял дословно. ПВОшник дурак. Стрелял куда хотел. Почему сбили кучу техники? Ну, потому что не я. ПВО. Это было непостановочно. Вероятно, это ощутил и Путин, внезапно покинувший столицу РФ. Посмотрите на тот период. Путин, он вообще был растерян. Он не знал, что и делать, что и говорить. Только благодаря Лукашенко смогли затормозить эту историю. Он там сработал чисто по-пацански. На первый взгляд казалось, что история улажена. Но следующая громкая новость о Пригожине взорвет информационное пространство уже через два месяца. Расследование затягивать не будут, и даже Путин подтвердит – глава ЧВК мёртв. Хочу выразить слово искреннего соболезнования. Его тихо похоронят в Петербурге, поставив памятник в стиле 90-х. Вновь все заговорят о Пригожине, когда в сети всплывёт вот это видео. Здесь человек в военной форме, похожий на главу ЧВК, появляется где-то в глубинке Африки под радостные крики толпы. У него же не было фаланги пальцев, ему в тюрьме оторвало на работу каких-то, я не помню, что там, мальсаповали где-то ещё. Именно это и выдаёт подделку, ведь у человека в Африке такой особенности нет. Да и то, как убили Пригожина, говорит само за себя. Ну же все понимают, что это убийство. Демонстративно. В стиле шпилей как раз. Вот я вспоминал, скрипалей, да, вот тоже. Чего там делали? Шпили, приехали посмотреть. Ну, всем понятно, да, что никакие не шпили. Демонстративно приехали травить предателя, скрипаля. Здесь демонстративно приехали, ну, убили предателя. Ну, вместе с ним Уткина, там тоже предатель. Путин действительно много говорил о том, что не прощает предателей. А ведь Пригожин показал главное. Ему действительно есть чего бояться, ведь главу мятежников в российских городах встречали с цветами и радостными возгласами. А это знак того, что власть президента РФ не так уж нерушима. Катерина Павловская, исторические факты. За этот год Кремль наказал всех, кого подозревал в малейших симпатиях к Пригожину. Кроме одного человека. Помните, подавить бунт Путин попросил Рамзана Кадырова. Но его боевики не смогли выполнить приказ царя, потому что застряли в пробке где-то под Ростовом. Даже самым тупым российским пропагандистам было ясно, что Кадыров и не собирался этого делать. И просто выжидал, чем закончится поход на Москву. Но Путин сделал вид, что поверил чеченскому диктатору, потому что слишком ценен этот кадр для хозяина Кремля. И новое сенсационное расследование команды проекта о тайной жизни Кадырова это подтверждает. Вот вам факты об этой истории от Константина Павлова. Личный палач Путина. Кадыров выполняет для него большую работу. Новое расследование и шокирующие детали о биографии главы Чечни. Все фигуранты этих видеозаписей были в числе подозреваемых. Кроме одного. Рабыни 21 века. Это не часть культурного нрава местного населения. Это личные его внутренние головные извращения. И секрет индульгенции. Мы узнали, какие скелеты хранятся в шкафах правителя Чечни. На этом видео президент Чечни Рамзан Кадыров прилетает в Мекку совершать хадж. Исламское паломничество. И его лицо просто сияет просветлением. Но скоро все изменится. Остается меньше суток до выхода материала, который наделает много шума и разоблачит новые шокирующие подробности из биографии главы Чечни. А также прольет свет на доказательства преступлений, которые до сих пор остаются безнаказанными. Мы снимали этот фильм 25 лет. Факт за фактом, как пазл, собирали ужасающий портрет этого человека. Автора фильма «Вертикаль Кадырова» – независимые журналисты издания «Проект». Мы изучаем по крупицам все два с половиной часа этого расследования. Нам интересны неизвестные подробности. Те, благодаря которым фильм собрал больше трех миллионов просмотров. Февраль 2015-го. Совсем рядом с Кремлем убивают российского оппозиционера Бориса Немцова. Исполнителей быстро находят. Все они уроженцы Чечни. Но на допросах уверяют – убийство не политическое. Кадыровские головорезы. Пошел – убил. И берет на себя ответственность. Говорит, это моя личная неприязнь. Вот и все. И ни одного политического мотива он полностью разрушается. Но не все так просто. На записях с камер видеонаблюдения мужчина, личность которого следователи просто не захотели устанавливать. Все фигуранты этих видеозаписей были в числе подозреваемых. Кроме одного. Этого человека в куртке и с сумочкой на плече. Это Джабраил Эльдаров, который активно сотрудничал с исполнителями убийства и звонил им 754 раза. Эльдаров давно связан с кадыровцами, снабжал их оружием. А еще он был женат на Лайсен Искужиной. Лайсен приходится дочерью ветерану советских спецслужб Рудику Искужину, приятелю Путина по Комитету госбезопасности. В 80-х они вместе учились в институте КГБ. Круг, похоже, замкнулся. Среди ненайденных убийц Немцова, человек, который одновременно связан и с Кадыровым, и с Путиным. Это может быть только лишь с ведомого и молчаливого согласия Путина, с ведомого ПСБ и Кадыров в этой ситуации, и может быть как организатор исполнения. То же самое касается не только этого громкого преступления, но и других. Убийство журналистки Анны Политковской и главного редактора российского Форбса Пола Хлебникова. Ниточки из этих дел тоже тянутся к Кадыровцам. Для Путина это большая услуга. Путин лишается своих политических конкурентов, каких-то там людей немедийных или людей, пишущих против него. И Кадыров выполняет для него большую работу. А откуда же такое доверие у Путина к лидеру Чечни? Почему не поручил эту задачу ФСБ? Может, решил черную работу отдать неэтническим россиянам? Главная цель – вывести из-под удара русский народ. Вывести из-под удара российскую армию. Вывести из-под информационного удара российские спецслужбы. Вторая причина – неприродная симпатия Путина к Кадырову. У Путина какие-то дикие родительские чувства Кадырову. Бравада идет отцовство от Путина, а от Кадырова нужно показывать, что я ваш пехотинец, за вас умру. Я ваш пехотинец, я за вас умру. Однако не только в этом причина его безнаказанности. В год Кадыров получает от Кремля 3 миллиарда долларов. Как эти огромные деньги отмываются? Под руководством Кадырова работают фирмы, которые легализуют федеральные бюджетные деньги. Журналисты-расследователи называют их живопырками. Если присмотреться к этим живопыркам, откроется сенсационный факт – это личные кошельки Кадырова, через которые он получает деньги, похищенные из бюджета. Бюджетные деньги выводятся миллиардами из банков и сразу обналичиваются. Занимаются этим фирмы, записанные на родственников Кадырова, или даже обычные таксисты или коммунальщики. Это муслим Мурадов. Ему 30 лет. Он работает в шале таксистом. 11 миллиардов Мурадов просто получил наличными в отделении Государственного банка ВТБ. Это чуть больше двух тонн, если пятитысячными купюрами. Все эти безумные деньги текут рекой прямо в карман Кадырова, а тот контролирует немалую армию, уничтожающую на корню в Чечне любые ростки неповиновения. Как-то успокаивать другими способами и усмирять эту маленькую, но гордую республику просто невозможно. Поэтому Путин избрал вполне себе прагматичный такой подход, когда он платит за все. Разговоры о том, что Путин боится Кадырова и его наемников, не имеют под собой оснований, считают наши эксперты. Это просто большой бюджет большого концентрационного лагеря под названием Чечня. И пока она контролируется Кремлем, Кадыров остается безнаказанным. Путин решил многодесятилетнюю проблему в России, которая была в Чечне. А Чечня была стерта с лица земли. И да, Чечню сейчас пытаются показать как образцово-показательный. Один из бараков. Все деньги, идущие в Чечню из Москвы, распределяются до копейки лично Кадыровым. Это отмывание, что указано якобы, что освоение произошло на 300 миллиардов рублей в год. Но на самом деле это реальное освоение может быть на 100 миллиардов, а оставшиеся 200 миллиардов, которые поставил себе. Именно поэтому его многочисленные родственники и друзья живут в роскоши. Все, кто в теме, в доле, в материале, они живут шикарно. Эти все видео о кортежах, Роллс-Ройсы, Майбахи, Гелендвагены, яхты, бизнес-джет. Но есть у правителя Чечни и слабость, которая обходится ему очень дорого. Напротив его резиденции в Грозном построен еще один дворец. Там живут наложницы Кадырова. Казалось бы, это обычная осовремененная лесгинка, но нет. Певица – девушка из гарема Кадырова. А в песне она перечисляет почти всех известных на то время его наложниц. Кроме официального брака с Медни Кадыровой, у Рамзана есть и другие жены. Хотя это запрещено российскими законами, но кто их соблюдает? Это одна из финалисток конкурса красоты в Чечне. И именно эта девушка в свои 14 родила Кадырову первого ребенка. Победительница конкурса, которая в то время тоже была 14, за полтора года также от него забеременеет и родит сына Адама Кадырова. По сути, конкурс проводился специально для Рамзана. Там даже не было посторонних зрителей. Это объяснялось заботой о морали. В принципе, это такое средневековье в отдельно взятом государстве. Государство в государстве, средневековое государство, находящееся на территории России. Такая модель поведения у главы Чечни еще с нулевых годов. Тогда его боевики отлавливали красивых молодых чеченок прямо на улице, по дороге на учебу. Это не часть культурного нрава местного населения. Это личные его внутренние головные извращения, что он совершает. Это его личная психологическая, ментальная проблема, связанная с похотью. Многие девушки на всю жизнь получили клеймо наложниц Кадырова. Их не берут замуж. Более того, они даже не имеют доступа к своим же, рожденным от Кадырова, детям. Ведь официально все 14 наследников Рамзана записаны, как дети его жены медни. Кадыров просто отбирает детей у своих наложниц. Брак, с которыми не может признать официально. И это драма для детей. Но на все эти преступления закрывают глаза. Потому что Кадыров продолжает решать темные делишки Путина. Русский штык его защищает. Точно так же, как оккупант, творивший в Буче или в Изюме, или еще где бы, в Мариуполе, беспредел. Он его творил ровно потому, что его Россия отправила делать именно это. Фильм «Вертикаль Кадырова» собрал значительно больше просмотров, чем проживает житель в Чечне. Да и ориентирован он на международную аудиторию. Ведь сами чеченцы давно знают и об убийствах, и о миллиардах, и о гареме. Но многие из них мечтают увидеть как можно скорее еще одну финальную серию, которую можно было бы назвать «Горизонталь Кадырова». Начало конца. 25 июня 1991 года две республики Югославии, Хорватия и Словения объявили о своей независимости. Позже к ним присоединятся другие республики. Но центральная власть, роль Москвы там играл Белград, не желала никого отпускать из европейской версии тюрьмы народов. Начинается война. Югославская армия, основу которой составляли сербы, штыками насаждает сербский мир. Чем он так похож на мир русский? И как украинские миротворцы спасли от геноцида тысячи мусульман? Вот вам исторические факты от Тараса Шако. Буря, которая снесла Югославию. Как Загреб обуздал сербских сепаратистов и какой опыт Хорватии полезен Украине. Хорватия была реально перед угрозой рассечения НАДВ. Зачем авиация НАТО сбрасывала бомбы на Югославию? Миссия – выбраться из ЖЭПы. Как рота украинских военных сумела спасти от геноцида 10 тысяч босняков? Неизвестные детали войны в Югославии от украинских миротворцев. Берет автомат, мне приставил. На рубеже 80-х-90-х, после смерти стабилизатора многоэтнической Югославии генерала Иосифа Брустита и краха коммунистической идеи, Балканская социалистическая федерация начала трещать по швам. Главным в Белграде выбирают Слободана Милошевича. Курс Милошевича на Большую Сербию выпустил джина из балканской бутылки. После лишения Косово автономии, Словения и Хорватия в 1991 году синхронно провозглашают выход из Югославии. Но хорватские сербы не согласны. Вместе с югославской армией они берут под контроль треть территории Хорватии. Хорватия была реальной перед угрозой рассечения НАДВ. Загреб создает армию с нуля. А шанса выиграть войну почти нет. Многотысячная сербская армада осаждает Вуковар. В этом городе происходит одна из самых кровопролитных битв Югославской войны. В 1995-м Загреб при поддержке Запада проводит операцию «Буря». Окруженные со всех сторон сербы не получают поддержки от Белграда и почти не сопротивляются. Война в Хорватии для нас выглядит очень так классно, что они взяли, отвоевали, что все было супер. Но надо понимать, что соотношение Украина-Россия и Хорватия-Сербия – это совсем другое. Опыт Югославии возможен для изучения, но опять-таки не для копирования. Потому что в Украине не идет гражданская и межэтническая война. Это то, что отличало войны на территории бывшей Югославии. К тому же у Милошевича не было ядерной бомбы, а у Путина она есть. В 1992-м, вскоре после Вуковара и других хорватских городов, вспыхивает Сараева. Война на территории Боснии и Герцоговины самая страшная в Европе после Второй мировой. Здесь погибли более 100 тысяч человек. Югославская народная армия, боснийские сербы, а также так называемые русские добровольцы окружили столицу Боснии Герцоговины Сараева. Осада продолжалась с апреля 92-го по февраль 96-го. Это втрое дольше окружения Сталинграда вермахтом. Босников спас километровый тоннель, который они сами выкопали. Это действительно была дорога жизни под землей. И его прикрывали именно защитники Сараева. В звании майора украинской разведки Виктор Гвоздь прибыл в окруженное Сараево в 94-м в составе миротворческих сил. Войну на Балканах и в Боснии, и в Хорватии видел своими глазами. Ситуация была настолько напряженной, что даже миротворцы ООН часто становились мишенью для разных сил. В боснийском анклаве Бихач сербы заблокировали проход гуманитарных грузов. Гражданское население и миротворцы остались без еды. Гвоздю поручили провести конвой в Бихач через сербские посты. Сербы подошли ко мне, и я увидел, что это такие уже гражданские, под алкоголем. Подходит, увидел меня и говорит, вы братья, а вы работаете на запад против нас. И берет автомат, мне приставил. А я говорю, опусти оружие, солдат, будем разговаривать. Кроме Бихача и Сараева, горячими точками на карте были еще три анклава. Жепа, Гаражде, Сребреница. Анклавы объявили зонами безопасности ООН и ввели туда вооруженных миротворцев, включая украинский контингент. В Сребренице были размещены 570 нидерландских миротворцев, но они фактически стали заложниками армии боснийских сербов Радко-Младича. Младич немедленно приступил к так называемой эвакуации гражданских. Мужчин и мальчиков сажали в автобусы, вывозили в лес и расстреливали. Так сербы уничтожили более 8 тысяч мусульман. После Сребреницы войско Младича двинулось на второй анклав – Жепу. 10 тысяч местных гражданских мусульман охранял украинский миротворческий батальон. Они попали в осаду сербских войск. Там подразделения из двух корпусов после Сребреницы пытались фактически захватить анклав, отделить мужчин от женщин и детей, а затем их уничтожить. Миротворцы украинского 240-го батальона держали оборону две недели. А затем на жестких переговорах с сербским генералом Младичем удалось достичь соглашения о вывозе мусульман на украинских условиях без разделения семей. Наши миротворцы помогли эвакуировать, а фактически спасти детей, стариков, женщин, да и раненых несколько тысяч боснийских мусульман. Это уникальная операция и самое интересное, что в Украине мало кто знает об этом. Когда стало известно о военных преступлениях в Боснии и Герцеговине, международному сообществу лопнуло терпение. НАТО на основании мандата ООН начинает бомбардировку сербских позиций, а боснийские хорваты и босняки переходят в наступление. В Боснии сербы пошли на подписание соглашения после того, как хорватские и боснийские силы подошли к столице, главному городу, и были на расстоянии прямой артиллерии. После прекращения боевых действий в Хорватии и Боснии и Герцеговине сотни тысяч сербских беженцев ринулись в Сербию. Милошевич планировал заселить их в Косово, а албанцев, составлявших здесь большинство, принудительно вывозили. Чтобы остановить геноцид, НАТО без резолюции ООН начинает операцию «Союзная сила» принуждения Милошевича к миру. Первый удар был нанесен с кораблей в Адриатическом море по радарам Югославского ПВО. Всего авиации НАТО было сброшено 14 тысяч бомб по военным объектам и стратегическим предприятиям. Упали бомбы и на Белград. Милошевич вынужден был согласиться на ведение в Косово временной администрации и миротворческого контингента. Были среди них и россияне. Кремль решил показать зубы, но опозорился. Российский десант захватил аэропорт столицы Косово-Прищины, но без логистической поддержки россияне оказались в ловушке. Фактически русские солдаты начали голодать, и ненавистная НАТО помогала им, чтобы они там просто не умерли от голода. Война в Югославии показала еще одно важное последствие в контексте российского вторжения. Военные преступления не имеют срока давности, и наказание обязательно будет. Слободану Милошевичу, лидеру боснийских сербов Караджичу, и генералу Младичу долгое время удавалось скрываться. Но все они в итоге оказались на скамье подсудимых гаакского трибунала. Милошевич не дождался приговора и умер в камере. Караджич и Младич приговорены к пожизненному заключению. Тарас Шако. Исторические факты. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин